Содержание автомобилей дорог общей пользы в 2017 году, условия проведения конкурса, цель объединения МБУ город и МБУ городского благоустройства. Докладчик у нас Александр Николаевич. Александр Николаевич отпросился, у нас сейчас встреча герцеменка приехала, так понял, да, Петр Николаевич? Да, Кабисик подписался. Собственными силами МБУ город, который нас отвечает за состояние дорог, своими силами. Для этих целей в бюджетное учреждение город передается необходимая для проведения этих работ часть техники, дорожной инженерной техники, которая будет находиться в оперативном управлении в этом учреждении и осуществлять эти виды работ. В чем смысл этого? Дело в том, что трехлетний контракт по содержанию автомобильных дорог, который у нас осуществляла фирма «Магистраль» с ноября 2015 года, с завершением контракта 15 апреля текущего года на сумму 283 миллиона рублей, показывает, что часть работы именно в том объеме у нас осуществляет муниципальное предприятие городское благоустройство, которое находится на суб-субподряде двух учреждений. Значит, часть денег бюджетных, которые могли бы тратить на улучшение состояния дорог, они уходят на оплату вот этих услуг суб-субподряда, и, на наш взгляд, это не очень эффективно. В то же время, как ресурсы бюджетного учреждения, технические средства при наполнении его нужными техническими средствами позволяют выполнять эту работу самостоятельно, без проведения конкурсов. Но главная цель заключается в том, что мы стали, по нашему мнению, очень зависимы от деятельности коммерческих организаций, которые выходят на конкурс в рамках вот этого 44-го федерального закона. И создание реанимации с прошлых лет собственного учреждения, которое может выполнять эти работы без конкурса, я подчеркиваю, МУП не может без конкурса. МУП – это хозорасчетная организация, которая работает, как все коммерческие, поэтому про него мы здесь не говорим. А бюджетные учреждения могут выполнять эти работы самостоятельно при наличии ресурсов. Тем самым город, администрация города, весь город, он защищен от рисков, связанных с деятельностью коммерческих организаций. Мы об этом, в принципе, говорим уже неоднократно. И есть судебные решения на эту тему, что вопрос у федеральной антимонопольной службы в случае, если работа выполнена в бюджетных учреждениях, районных учреждениях, а нарушение антимонопольных законодательств, вопрос в этом случае не ставится. Есть ряд решений, причем такого высокого уровня. На практике это, Олег Алексеевич, в результате бюджетных учреждений, которые назначены ассигнования бюджетных учреждений, оно вправе осуществлять их самостоятельно, без проведения конкурса в рамках 44-го закона, либо по выбору подрядчика на основе торгов, аукционов, там и так далее. Вот смотрите, когда бюджет принимался, я, господин Нестерова, показал статью, например, по озеленению содержания, там, Мария Зеленая, может поправите меня, зеленые, которые находятся сейчас у вас, подчиненные, условно говоря, там общая стоимость содержания вот этих вот зеленых сейчас с флотом и работа, которая будет выполнять, какая там, где-то порядка 55 миллионов, так? А сколько это? 55, у вас там только флот, у вас там только флот 20 миллионов. Нет. Сейчас я доложу. По итогам работы 2016 года, содержание участка зеленых наслаждений с выполнением перечня работы, минимального перечня, который необходим, это уборка газонов от мусора, смета, уборка от снега, в зимнее время дорожек, подстрижка кустарников, уход за зелеными наслаждения другого типа, там, деревьями и так далее, значит, побелка деревьев, высадка цветников и так далее. Значит, нам обошлось, значит, в общей сумме 27 миллионов рублей с содержанием 50 рабочих на постоянной основе, значит, в то время, как коммерческие организации, которые выходили в конструкцию, также у нас работали в пределах 28-24 миллионов рублей, ну, 24 было последнее, поэтому. То есть, здесь превышение в рамках, значит, дефляции с учетом курса инфляции, там, проведения работы, но при этом я что хочу сказать, значит, охват площади, площадей, объемов работы, он стал значительно выше. Это связано с тем, что это подразделение, оно уже является непосредственно нашим состоянием, в том числе и трудовой дисциплины, выполнение распорядка дня, то есть люди сейчас не как были там, 4 дня потом и с хозяином размирались, 4 часа находились, остальные дня, они работают на полный рабочий день, и это повысило значительную эффективность. И это заметно, собственно, и по городу. Даже сейчас, до наступления месяца, я вам скажу, что все 55 рабочих, которые находятся в Ларисе Львовне в этой сфере, они идут вдоль дорог и занимаются не только зеленым, в том числе и собирают мусор, который вытаяют на обочине. Это заметно, это видно уже в том числе. Средний флот какой-то? Средний флот был наставлял порядка 18 миллионов 932 тысячи рублей. Это на весь... Сергей Николаевич, я вас слышал, если можно, такую справочку вопросу представить. Хорошо. Вопросы мы не просто так их задали, смотрите, сегодня мы, Денис Евгеньевич, просили на последней думе придержать конкурс по содержанию дорог. С какой целью содержание дорог в зимний период фирмы «Магистраль» депутат вызвал много нареканий. На последней думе я об этом был сказан. То есть это не вывоз снега, это не современная уборка, соответственно, за дороги более заложено порядка где-то на метр, особенно с алковкой с каждой стороны. И на сегодня, насколько мы владеем информацией, значит, вы готовите конкурс, то есть не конкретно вы, а администрация готовит конкурс опять под фирму «Магистраль». То есть вы сейчас в этот конкурс заложили все, и ремонт дорог, и вывоз снега, и содержание тротуаров, и, соответственно, содержание в зимний и летний период, соответственно. Что, я, Петр Николаевич, это скажу просто. Тем самым вы сейчас ставите, условно говоря, другие организации в положение, что они не смогут принять участие в данном конкурсе, потому что заведомо там сумма большая будет и обеспечение контракта, и обеспечение конкурса. И на 99% выйдет опять фирма «Магистраль». Соответственно, мы будем опять заложники определенной ситуации. Почему бы не сделать эти все конкурсы по отдельности? Я просто вам сейчас объясню ситуацию. Данное, то, что вы сейчас разобьете эти конкурсы по отдельности, позволит администрации на конкурсах сэкономить определенную сумму денег. По моим подсчетам, это минимум 5 миллионов. У нас что, у нас лишние деньги? Например, почему нельзя объявить конкурс на тротуар отдельно? Дальше, на ремонт, ямочный ремонт в весенний период, то же самое отдельно. Федор Николаевич. Значит, как раз мы по этому пути, отчасти по этому пути, сейчас идем, о чем я начал говорить раньше. Значит, часть работ, связанных с дорожной деятельностью, а именно, уборка смета в летний период, летнее содержание в плане уборки мусора и так далее. Значит, содержание всех наших 200 остановочных, порядка 200 остановочных комплексов, это их уборка, вывоз мусора, покраска и так далее. Все это будет выполнять у нас бюджетное учреждение в рамках того финансирования, значит, финансирования, которое будет проводиться. Значит, на конкурс, который мы выносим, у нас срок контракта заканчивается, я уже сказал, 15 апреля. Сейчас только одну в одну, уже день в день мы идем по объявлению КОСКО. Мы выносим на 2,5 года 20-126 миллионов рублей на дорожную деятельность, вычитая отсюда, значит, практически 100 миллионов, которые у нас пойдут на работу в течение 200 лет своими силами. Тем не менее, я насколько знаю, по моим сведениям... Олег, что это нормативное содержание? По моим сведениям, на сегодняшний момент, фирма магистраль, которая обеспечила зимнее содержание дорог, вы правильно сказали, они наняли, они не сами выбирали, они наняли еще там целую кучу подрядных организаций, и, соответственно, эти подрядные организации выполняли работу. Зачем? Ну, по сути, на блюдечке, с каемочкой приносим им все деньги, конкурентов у них нету, с ними, значит, в конкурсе участвовать никто не будет, и получается, они общий куш, который мы с города выделяем, они себе ложат в карман. При этом, ну, условно говоря, удовлетворительно выполняем обязанности своей. Мы не создаем конкурентную среду. Вот я еще раз говорю к тому, что сейчас мы создаем рычаг давления на коммерческие организации в виде нашего государственного учреждения. Это первое. Значит, я сейчас говорю конкретно по конкурсу, который мы сейчас с вами будем... Смотри, Олег, что, хорошо. Сейчас мы подготовили документацию, она в стадии размещения, времени у нас уже на какие-то там другие рассуждения просто нет. Это одно, но это не главное. Главное заключается в том, мы при подготовке к конкурсу запрашиваем коммерческие предложения, требованные законы. У нас поступили коммерческие предложения от некоторых дзержинских организаций, учреждений частных, которые занимаются дорожной деятельностью. От фирмы магистраль коммерческого предложения не поступило. Потому что они великие. Они великие, потому что... То есть, значит, фирма магистраль, условия контракта, которые мы сейчас выносим, она априори уже недовольна, и работать в этом режиме... Ну, то есть, раз они не выходят, они своих коммерческих предложений не прислали. То есть, анализ рынка показывает, что пока... Показатель того, что на сегодня есть представитель фирмы магистраль, сюда пришел? Нет. Мы пригласили сюда представителей фирмы магистраль, чтобы они отчитались за зимний период. Я вам сейчас говорю, что, ребят, вы можете сэкономить деньги, бюджетные деньги, организовав конкурс поэтапно, отдельно на тротуар, отдельно на дороге, отдельно на явочный ремонт. Я вам еще раз говорю, у вас будет экономия минимум 5 миллионов. У нас что, 5 миллионов лишних? Это я просто так говорю. А это может быть и 10 миллионов. Может быть, я говорю, что эти... Ну, так а почему вы этим... Давайте проведем конкурсы по отдельности. И у вас, понимаете, я еще раз говорю, фирма магистраль – великие люди. Вам прокуратура на последнем на Думе доложила, что штрафные санкции, которые были к ним применены, ну, для них это капля в море, так это Камаров-Щипнов. Тем не менее, еще раз говорю, магистраль в этом году не сработала. И мы сейчас под нее тупо готовим конкурс. Олег, есть еще вопрос? На контакте полконтракта вы дергали уже огромные суммы для того, чтобы делать сами. Вы знаете, что в свете всех будущих событий мне бы хотелось общаться в администрации, получить документ по всем мупам, которые есть в городе Дзержинске, и как они выступают, убыточные, неубыточные, как это выглядит. Я к чему говорю? Вчера просто ввозил в интернете, залез на сайт Нижнего Новгорода, то есть у них там 16 мупов, 9 из которых убыточные. То есть и там официальная статистика, в какое процентном соотношении, кто перевыполнил, кто не выполнил план. То есть мне бы хотелось увидеть на сегодняшний день, как у нас в городе на самом деле работают мупы, в принципе, все. Все, которые есть, и по ним полный отчет. Илья Владимирович, мы в прошлом году на комитете практически все мупы, которые, ну, условно, так или иначе связаны с нашим комитетом, мы проверили. Практически все мупы были в предманкротном состоянии. Ну, я бы хотел, я понимаю. Сейчас, ты видишь, они фишку какую хотят. Они сейчас мупы оставить хотят, условно говоря, чисто до юры, а де-факто люди все сейчас узнают в НБУ. Нет, ну, мне на самом деле, то есть, как бы у них своя голова, они думают. Я просто хочу для себя понять, что у нас происходит. Потому что под эти мупы там и бюджет закладывается, и, возможно, какие-то там должны в бюджет поступать какие-то деньги. То есть, я просто хочу увидеть, как у нас работают мупы в городе Держинске. Все, которые есть, которые придаст, ну, на то, чтобы и зарабатывать какие-то деньги, ну, на самоокупаемости хотя бы. Илья Владимирович, я тебе просто скажу, Слава Ильича, сравнением по Нижнему. Цель нашей проверки была в прошлом году, мы пытались все-таки выяснить, есть ли сотрудники администрации в мупы. Потому что информация сразу доходит, а, до депутатов, что часть сотрудников подминистрации так или иначе пристроена в мупу. К сожалению, мы эту информацию не увидели, она вот так завуалирована. Они реальность не показывают. И я боюсь, что, Илья Владимирович, даже сейчас мы забросим с тобой информацию, которую нам сейчас представят. Ну, нам еще копаться там полгода минимум, для того, чтобы докопаться до сущности. В сухом остатке, я не хочу рыться, кто там, куда, чего. Я хочу получить сухом остатке. Как на сегодняшний день выглядят мупы? Я тоже в поддержку этого, вот, кстати, в прошлом году, когда вы посмотрели, я посмотрел там, ну, инженерная защита. Там директор и три, по-моему, инженера. И у них два объекта. Две плотины, которые они будут регулярностью посещать. По-моему, это смешно. Создавать отдельную структуру во главе с директором и заниматься вот этими вопросами. Я тоже хотел бы посмотреть общее количество этих мупов и муниципальных учреждений, и с какой численностью, и с какими функциями они. Вот, на мой взгляд, здесь тоже могут быть определенные средства экономии городского бюджета, если объединить функции. Ну, коллеги, смотрите, мы можем сейчас, сейчас, Сергей Денис Викторович, мы с вами сейчас можем запросить только по тем мупам, которые, я еще раз говорю, связаны с городским хозяйством, так? Да нет, ну, нет. Почему у нас все мупов в городе? Есть общий мупов. Юрий Владимирович, тогда сформируй, пожалуйста, вопрос, как ты хотел. Тут не про это, что ты хотел. Штатку, финансовое состояние. Нет, я хочу просто посмотреть, сколько у нас мупов в городе. Количество и по их численность сотрудников. То есть, ну, то есть... Какие средства мы на их содержание тратим, столько они зарабатывают. Да, мне больше всего обманывают эти финансовые состояния этих организаций. Если мы по экспрессу, условно, все все знаем. Чего? Ну, то есть, приблизительно, да, то остальные мупы, я даже не знаю, сколько у нас мупов в городе Держинске, какие деньги мы туда выделяем, то есть, какую они нагрузку несут, социальную там, или какую-то эти мупы, что они делают вообще? Ну, это бог с ним. Ну, мне хотя бы понимать, ну, насколько они экономически эффективно работают. Нет, самое главное, есть сколько из бюджета выделяется на их содержание, сколько они зарабатывают. Я тебе, коллеги, тихо-тихо-тихо-тихо, давайте так, по очереди. Я тебе просто еще раз говорю. Те подразделения, которые мы смотрели, они практически все находились в предбомборном состоянии. И, мало того, мы администрации показали, что у них, они ведут неэффективно свою деятельность. Пример тебе городского благоустройства, замок. У них, значит, бухгалтер сидел на Окской набережной, там, или на Попово. Все остальные подразделения были там где-то в районе Красноармейской, что ли. Ну, лог, где логи, скажи мне. Я говорю, спрашиваю, ребят, у вас там есть кабинеты, где можно посадить бухгалтер? Да, есть. Но при этом мы платим коммуналку, мы платим отбочим связь, и, соответственно, непонятно еще чего. Ну, коллеги, я еще раз повторяю, я просто хочу узнать, сколько у нас МУПа в городе, какие из них убыточные, какие доходные. Все, больше я ничего не хочу узнать. Внутреннее состояние, отдельный разговор, я вам это не хочу говорить. Андрей Викторович, у нас на 1 апреля срок сдачи МУПа на годовой отчетности. То есть, к следующему комитету, не только Клавной Варловы, то есть мы будем направлять информацию, скорее всего. Андрей Викторович, это у нас просьба, значит, это финансовое состояние. И раз, да, Игорь Владимирович, я понимаю. Дальше, что еще у вас интересует с функциями? Функционал, и экономическое состояние предприятия. То есть, как оно отработало, допустим, год. Зачем уставить, а сколько денег на них выделено, и сколько они заработают. На МОПы ничего не выделяются. Не выделяются. Они самоокупаемые. Самые окупаемые. Как они? Экспресс выделяем. Ну, экспресс это единственное, как бы. Здесь просто... Так, можем. И мы не сзади, если же. Не больше, я хочу еще раз вернуться. Это просто позже. Уборки дорог в зимний период. Смотрите, насколько я понимаю, был разыгран контракт. На прошлом комитете задавали вопрос представителям администрации. Как вы считаете, справились подрядчики с этой работой или нет? Нашу оценку было, если вас поставили, удовлетворительно. Депутаты, в свою очередь, высказали претензии. Именно так. Вот насколько я понимаю, в раках контракта закрывается акция выполненных работ. Конечно. Скажите, а мы деньги все платим магистрально? То есть, мы претензии не сказываем? Официально вас уверяю, что нет. Значит, во-первых, в течение года идут процентовки промежуточных акций выполненных работ, которые оцениваются. И за невыполненной работы деньги не платятся. Ну, сколько экономика? Значит, ну, вот, допустим, как сказать, на январь 17-го года на сколько получается здесь? 690, да? Ну, да, да. 690 тысяч удержанных. Это за невыполненные работы? За невыполненные работы. То есть, такие дороги. Значит, помимо этого, помимо всего прочего, есть еще штрафные санкции, предусмотренные в рамках административного ответственности, которые ГИБДД накладывает там другие, да. То есть, это... И в конце там четко прописано 900 тысяч. Мы с вами еще вот по зоню содержанию всегда, все время упускаем вопрос. На сегодняшний день в городе Зижинска нет места складирования, или будем так говорить, станции снега таять. Есть. Нету. Нету. На сегодняшний день... Веркурия. Да, да, да. И Шимальдар там стоит нормально. На сегодняшний день, насколько я знаю, есть... Утром парит вовсю. На сегодняшний день я знаю, что правовое управление может подтвердить, я не в курсе. Значит, есть подписание прокурора, которое же года три или четыре, по сути, оно висит. Это закон о чистоте в Нижегородской области, и это наше правило. Коллеги, я к чему клоню, что мы на сегодня, вот сейчас сформируя конкурс по зимнему содержанию, по летнему содержанию, мы вообще выпускаем это из вида. То есть, администрация этого закрыла глаза, и условно, у прокуратуры сейчас, на сегодняшний день, есть крючок на любого главу администрации. И этот крючок может пустить в любое время, в любой, вот в любой час. Мы на сегодня, на следующие вот три года, я почему этот вопрос поднял, мы с вами забиваем деньги на содержание дорог, при этом мы вообще нигде не видим никаких финансовых документов о том, что у нас будут выделены деньги на станцию снега-тайдю. А джистраль куда вывозит снег? Площадка. К себе. К себе. Они выводят сюда, в промзону к нам. Кому-то там просто. Причем, насколько я помню, господин Терентьев, наш коллега с вами говорил, что там земли эти уже то ли выкупаны, а на рейтинге еще. Нет, 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 нет. Значит, давайте так. Значит, место для временного складывания снега, оно определено, значит, имеет кадастровый номер, участок он выделен в районе автозаводского шоссе за пожарной частью, если ехать в сторону неизменно с левой стороны. Значит, данный объект, он, конечно, не соответствует требованиям 144-го закона, о чем сейчас говорили. Значит, то есть, там не обязательно должна быть станция снеготаяния, но должен быть объект для складывания снега. То есть, там твердое покрытие и так далее, и так далее. В этом нам предъявляется собственная упреки прокуратуры, которая формулируется в представлении, которая была последней за то, что господин Тараканов тогда получил соответствующую пленарную изыскание. Для проектирования и приведения в соответствие со всеми нормативами экологии и так далее, значит, требуется 10 миллионов рублей. На строительство данного объекта, значит, там еще более значительная сумма, которая будет обведена по проекту. Значит, на сегодняшний момент это место является официальным, определенным. Туда сводится снег. И в контракте, я обращаю внимание, даже в контракте, который сейчас мы разрабатываем, вот, ну, допустим, 2017 год, уже сейчас, в 2017 году, у нас есть рекультивация снежной свалки. Это заключается в том, что после таяния снега весь мусор, который так или иначе, ну, может быть, бытовой мусор, мелкий, снежных масс, который в одномашинах, он собирается и вывозится, и утилизируется на полигон коммунальных твердых бытовых отходов МАК-1. То есть, это все официально. На настоящий момент, для исключения попадания туда мусора, там, значит, эта свалка, она входит в контракт, за нее отвечает подрядная организация, в данном случае, сейчас там до 15 апреля магистраль, у них находится там сторож, будка, который контролирует заезд машин, контролирует наличие кузов и мусора, и так далее. То есть, определяет досмотр, необходимый для этих целей. То есть, эта работа проводится, она и входит в контракт, в том числе. Но, тем не менее, условия не выполнены? Условия не выполнены в связи с тем, что, значит, дорогостоящий, сложный проект и последующие работы, они не позволяют пока. Мы сейчас вот этим контрактом подразумеваем то, что мы на три года забываем про это совершенно. Ну, в этом контракте мы предусматриваем уборку, но мы не можем в контракте досмотреть проектирование полигона не можем предусмотреть в контракте. Дальше, смотри, в этом контракте, насколько я все-таки просил Дениса Евгеньевича, чтобы в понедельник этот контракт нам представили, на комитет, контракт нам не представили. То есть, что там забили, непонятно. мне бы, например, в частности, хотелось увидеть, будет ли в контракте очистка газонной части, отписка, восстановление газонной части, или мы опять все это спускаем, условно говоря, говорим, что денег нет, и мы это делать не будем. Олегович, газонная часть может начисляться по отдельному. Какая разница? Городская. Тем не менее, значит, коллеги, у меня предложение, я все-таки первое предложение ставлю Евгений Владимирович на голосование о том, чтобы на следующий комитет запросить информацию по муниципальному учреждению и по МУПам. Это первый момент. И вторым вопросом я предлагаю контракт данные, чтобы мы увидели, перед тем, как его объявляли, мы его увидели с вами. И, соответственно, контракт должен быть разбит на отдельные подконтракты, условно говоря, для того, чтобы мы с вами получили экономию, которую можно пустить на проектирование той же станции снегатания. Олег Ильич, я еще раз хочу с предложением выйти. Я хочу смотреть в рамках вот этого контракта, который доканчивает сейчас фирмы Магистрали, значит, именно претензионную работу по деньгам, сколько денег по месяцам было удержано с этой фирмы. То есть, объясню. Мы ведь, на самом деле, сейчас, разыгрывая и изучая следующий конкурс, мы столкнемся с тем, что весной у нас опять сойдет весь асфальт, снег не увозился и выводы никакие не делают. Яночный ремонт у нас будет в лучшем случае только в конце. Над ней держат грабли, ну что, понимаете, поэтому... Я хочу посмотреть, как администрация действительно в рамках этого контракта выполняла свои обязанности, понимаете, вот это очень важно. Олег Русевич. Ремарка маленькая, у нас сейчас проводится проверка контрольной счетной палаты городской, как раз проверяется, в том числе и выполняет контракт на стадии его завершения. Я так могу сказать, вот общую сумму, что в пределах этого контракта, который был на 183 миллиона, да, на третью года, значит, общая сумма, значит, которая была не выплачена по невыполненным работам, по штрафам и так далее, то есть на момент... Это что, претензионная работа? Претензионная работа. Претензионная работа. Я говорю, я называю. Если не выполнен объем, значит, с учетом, значит, претензионной работы, которая, так сказать, если в денежном выражении она составит, значит, порядка 20 миллионов рублей. Точные цифры будут по итогам проверки. Да, 20% нормативного содержания не выполнены, есть наличие на 20% территории или 50%, значит, 50% не оплачивается. В каждом акте выполненных работ, потом, когда закрывается все, все это описывается? Есть специальная таблица? Вместе с подрядчиком. У меня предложение. Давайте вообще не платить. 50% в виде акта невыполненных работ. Я думаю, что любого удержанца остановились, спроси, снег увозили в этом году. Скажут, нет, давайте от обратного идти. Не мы будем что-то подписывать, а пусть они докажут, что они выполнили условия этого контракта. 50% делаем имак, пишем, ребят, мы считаем, что вы наполовину не выполнили работу по зимнему содержанию. И половину им не платят. Хотят, пусть обращаются в арбитражный суд и доказывают, что они выполнили эту работу. Нет, мы же закрываем по факту, еще раз так, не просто, что они нам объявляли, мы-то контролируем, выезжаем, фиксируем, не просто там все делается. Мы видим, о чем говорит Денис Викторович, я с ним полностью согласен. Вот мы по факту с вами сейчас 10% от суммы контракта от штата для 83 миллионов в 20 миллионов удержания. Это 10%? Нет, это не 10%. 11%? Это не больше. Коллеги, давайте тогда так. А сколько мы потратим на восстановление дорожного пассажирова? Евгений Борисович, давайте немножко я тогда поправлю уже. У нас сейчас Галина Парижа проявляет, как раз Ларис Волны. Вот. Значит, просто расширим и полномочия сейчас, добавим еще проверку финансово-хозяйственной деятельности, соответственно, мы просто увидим с вами, как это все делается. Ну и плюс сейчас проголосуем по предложению, по которому поступали кто? Коллеги, кто за предложение Юрия Владимировича о том, чтобы к следующему КПД нам дали данные муниципальные учреждения непонятно? Против и сдержался. Кто по моему предложению о том, чтобы все-таки перед проведением контракта по содержанию дорог, все-таки, чтобы мы его с вами увидели воочию, что там мы запланировали, какие деньги? и, соответственно, все-таки не целым контрактом делать, а с разбивкой, чтобы была экономия. Кто за это предложение, коллеги? Против, и сдержался? Коллеги, у нас приехали представители магистрали, давайте в течение там нескольких минут у нас у депутатов накопилось очень много вопросов к магистрали, я пригласил, с сожалению, опоздал. Можно увидеть вас в обочи-то? Представьтесь, пожалуйста. Владимир Николаевич включается с содержанием Дзержинского района и города Дзержинска. Ну, смотрите, мы вас пригласили не просто так, значит, у нас на прошлом заседании нашей городской думы от наших депутатов было много нареканий. Соответственно, это заужение дороги за зимний период фактически царковка была заужена на метр с каждой стороны. Это не вывод снега, соответственно, который сейчас на сегодняшний день привел к тому, что, ну, по сути, асфальтовое покрытие превратилось в минерус. Вот у нас к вам вопрос. Да, кстати, еще замечание будет прокуратура. То есть, прокуратура озвучила, что там на миллион с лишним у вас на более в этом году наложены штрафные санкции. Соответственно, у нас к вам вопрос. Что вам не позволяло выполнять свои обязанности по контракту? Администрация или отсутствие какого-то финансирования? Значит, я начну сначала отвечать на ваш вопрос. Значит, что касается улицы Солковского, проспекта Солковского. Областного подчинения. Это областного подчинения. Значит, по линии городской мы вывозили до Гайдара, по кругу ходили, и частично вывозили уже по областной программе с остановок, с пешеходных переходов до проспекта Сверлова. Задания на вывоз на проспект Солковского не было. Вот в связи тоже с ограниченным финансированием по дорожному фонду. Дорога раздвигалась, местами проходили ротором, что есть в контракте. Что касается других дорог. Ну, подождите, заужение было на метр? Ну, где-то было, да? Не где-то практически по всей целой, а вот я говорю, как человек, который занимался своими... Значит, я еще раз вам повторяю о том, что по дорожному фонду заявок на вывоз снега не был, и мы сами по себе не работаем. Мы работаем только по, предположим, по поводу снега, то, где четко указано вывозить с такой-то улицы. Администрация к вам обращалась с этими просьбами? По цолковке мы вывозили до Гайдара. Я же повторяю, от площади, от площади до Гайдара обе стороны были вывезены. Вот, по линии дорожного фонда была вывезена вся полностью улица Чикалова. Вот, по... Что касается городской программы, согласно писем, которые нам присылали значит, мы город, наш заказчик, все вот эти работы, они выполнялись. Что касается ямочного ремонта, что много ям, давайте рассуждать так. Дороги, капитальный ремонт ремонтируют через определенное время. Полотно изнашивается, основание разрушается, и, соответственно, дорога приходит в негодность. Вы знаете, вы нам рассказываете, вы нам рассказываете, что весны и ветер дует, от того, что не уходится снег, вы сейчас, подождите, вы вот обслуживаете М7, так? М7 обслуживаем не мы. Ну, кто там обслуживает? Подождите, вы обслуживаете, например, в ЕС-77, в город обслуживаете. Сегодня там снега, вы его отодвинули практически на тротуарную часть, дорога сухая, дорога сухая, но, тем не менее, вы снег отодвинули на тротуарную часть, которая принадлежит городу. Это нормальное явление? Но дорога уже сухая. На сегодня в городе снег не вывезен, соответственно, идет таяние снега, ночью подмораживание, из-за этого происходит яма. Значит, я тоже отвечу на этот вопрос. Практически все основные магистрали, 1-2-3 категории, категории, снежный вал уже отсутствует. Вы посмотрите под утро. Водяные массы, они идут откуда? С кварталом. На сегодня, к сожалению, у нас, к счастью, вернее, не к сожалению, к счастью, ранняя весна идет. С кварталом. Поэтому идет активное снеготаяние. На сегодня, я вам еще раз говорю, если бы был климатический период такой, какой он и раньше был, то есть снег начинал таять там где-то в начале апреля, названо сегодня на улице города были бы вот такие заносы. И заужение было, я вам еще раз говорю, я не говорю как депутат, я вам говорю как ацентрилист, заужение было на метр с каждой стороны, в салковке. То есть вы нам сейчас говорите, что, ребят, это областное финансирование и на следующий год вас ждет то же самое, так? Еще раз, мы сами по себе не работаем. И снег вывозим согласно контрактам городских и согласно контрактам областных именно по заявке заказчиков. Если заказчик нам дал по дорожному фонду практически Южный обход Дзержинска полностью вывезти, вы знаете, что там ездят, если там потопление идет частным сектором, практически его вывезли, этот снег. Хорошо, как вы оцениваете свою работу по городу? Работу я оцениваю удовлетворительно. Значит, город не стоял... Давайте по пятибалльной схеме, не просто удовлетворительно, хорошо. Я как житель Нижнего Новгорода, я тоже бываю в Нижнем, и бываю практически у вас каждый день в Дзержинске, ни один час, ни два, ни три, и ночью, и выходные, и видел, как дороги содержатся. Значит, мосты практически не стояли, не стояли мосты, движение проходило, дороги были посыпаны, снег шел, снег идет. Что касается финансирования, финансирование на сегодняшний день существует задолженность. От кого? От администрации? От должности, да. Ну, вы вправе с ней судиться, если они вам не платят? За какой период? Или платят по каким-то причинам? За какой период? Нет, задолженность у нас только в Январе, в Январе, которые были предъявлены в Январе. В Январе, кредиторская задолженность 16-го года погашена полностью. У нас есть предъявлены работы января и февраля, которые еще не оплачивают. Ю Владимирович, давай вопрос. Сейчас, даже не сексуя, Ю Владимирович. У меня к вам вопрос. У нас тут мы обсуждали вид деятельности магистрали, то есть вы участвуете в контрактах, где прописаны все виды деятельности по работам, то есть туда снегоуборка, асфальтировка, с мед, мусора. То есть у вас как бы одним конкурсом, одним лотом это все проходит. Я правильно понимаю? Одним лотом. Да, был. У нас есть субподрядчики. Ну, понятно. Ну, то есть о том, что мы говорили. Они выиграют лот, набирают субподрядчиков, при этом еще раз говорю, город теряет на конкурсах деньги и плюс качество работы страдает. Так, следующий у меня к вам вопрос. Вот смотрите. У нас два субподрядчика. Один субподрядчик под ртуаром, другое по категории. Просто если вы поймите правильно, я сейчас Юрий Владимирович мысленно скажу. Если бы, например, конкурс на смену был отдельный, там, условно, сколько планировано по конкурсу сейчас по деньгам, например, вам бы он был неинтересен. Соответственно, вышли бы какие-то более мелкие фирмы, которые, условно, между собой начали, ну, так мягко соревноваться, при этом город бы получил, ну, не факт, что получил бы хорошего подрядчика, но при этом была бы экономия. И у города была бы возможность, если подрядчик, условно говоря, там, не исправлять с обязанностями, или расторгнуть договор, или же включить черный список, чтобы они в дальнейшем не участвовали. Значит, мы тоже, возможно, бы участвовали в данном конкурсе. Замечательно. Вот о чем я хочу сказать. То есть, в обязательном порядке нельзя, чтобы у нас было в одной корзине все. Ну, условно, допустим, я, к примеру, говорю, не берем магистраль, чтобы не проецировать, да? Вася Пупкин выиграл все контракты, и вдруг у него померла контора по каким-то причинам. Бах, мы потеряли и смет, и это, и это. А то есть, все яйца в одну корзину, поэтому хотелось бы, чтобы было разбито, и если они будут выигрывать, то... Скажите, пожалуйста, дорога на дачный, которая сейчас в данном ситуации находится в таком почемном состоянии... Это же Плавинское кольцо, Да, да, да. Плавинское кольцо. Значит, дорогу в том году мы делали ямочным ремонтом с фрезой, может, вы видели, делали участок от Черняковского путепропода до дачного, до поворота на магнит делали. Дальше мы делали там, где сады, где площадку магнита там отсыпал тоже. Тут участок нам куратор сказал пройти выборочно, то есть прошли подчерами. И делали мы от поворота от ТАСОЛ-синтеза до Игумовского путепропода. Значит, в этом году запланировано, значит, асфальтовый завод заводится фирмой гестраль 20 марта, как ни сложно, но 20 марта он заводится. Вот, значит, на данный момент мы делаем подъездные пути к дороге Держинского завода, которая, вы сами знаете, разрушается больше, чем нужно и которая разрушает самосвалы, которые по 30-40 штук водят песок. Пластик, дорогу на данный момент делаем, пластик. Вот, в этом году планы сделать за счет дорожного фонда по контракту содержания дорогу на Пыро 2 километра. Километра сделали в том году, 2 километра сделать в этом году. и ямочно пройти Желнино, Южный обход Держинска, Паковку. Путепровод Желнинский, Заревская, она, возможно, будет в планах капитального ремонта по дорожному фонду. Держинск, я объяснял, по дорожному фонду будет контракт полностью разыгрываться вплоть до Горбатовки. Пластик тоже будет в капремонте, дорожный фонд планирует это все делать. Вот, а Варьевское кольцо, я думаю, где-нибудь, мы там брусчатки сделали, выходы как раз, где заправка, сделали брусчатки, там были глубокие, я знаю, понимаете, нет основания уже, дорога нарушается, нет основания. Значит, я думаю, будем поддерживать пока проезжем в состоянии, а как вот воды сойдут и где-то, может быть, в середине мая мы проведем там яму, что нему, часть струйников, струйников, а часть, значит, под фрезу пройдем. У меня вопрос не по городу, а вообще по области. Правительство вообще не думает переходить на житки. Вы знаете, я не член правительства, я не могу, вы же тем не менее общаетесь там. Вы знаете, вы не хотите, у меня есть, пожалуйста. Просто я по этому, вот по Бабинскому кольцу, по Бабинской дороге, по этой, если вы в мае начнете только ямочный ремонт, то там столько колес побьется. Значит, я внимательно вам сказал. Там такие ямы, вы проедете, пожалуйста, внимательно. Внимательно он сказал, если вы слушали внимательно, значит, то, что будет до ямочного ремонта, дорога поддерживается в надлежащем состоянии. Первое, это частично подсыпка, где, предположим, вода, асфальт в лужу не положишь, значит, будет подсыпаться. Срезом асфальта, крошкой, щебенкой, брусчаткой, как сделали Держинский автозавод, когда вода пошла, асфальт делать нет возможности. Мы прошли, если кто видел, все брусчаткой прошли. Брусчатка не тротуарная, здоровая брусчатка, чтобы она не вылетала. Вот. Если кто в курсе, значит, дорогу Держинский автозавод не делали около 20 лет, пластик около 15 лет, южный обход Держинска около от 10 где-то до 15 лет, также Дорожный фонд планирует дорогу на Желнино. А вы когда на конкурс выходили, вы об этом не знали? Узнали все. Ну, так о чем вы сейчас больны? они сейчас просто... Они сейчас просто ордена себе вешают, они никакие условия. Вы меня спросили, вы меня спросили, вы меня спросили, я вам ответил. Я отвечаю на ваши вопросы. Кому может интересно, что сделано и что сделается? На вопрос был задан. Сейчас, про то. По баре, скажу, я вам сказал ответ. Просто вот этот кусок от моста, съезда, спуска, с виадука, на Попово и до... Он требует полностью перекрытия. Он вообще там развалился настолько, что люди там аварийные... Аж до заправы. Конечно. Там и речной у нас. Поэтому вот я по речной тоже. Там вопросы не тоже. Так, коллеги, давайте... Один прям маленький вопрос. Сейчас, секунду. Значит, он сейчас говорит, да? Май, первая магистраль, ремонт дорог, контракт заканчивается 15 апреля. Это контракт по дорожным. Он не о тех дорогах, они... Я не о тех дорогах, это областные дороги. Это областные дороги, которые... По-городским он заканчивается 15. У меня вопрос по Пушкину-Бабушкину. Там тоже самое. Не в курсе, я же стал то, что пройдем час-батчером, пройдем под фрезу ямочным ремонтом. Как? Южный обход. Южный обход, это воздержинство. Читается по нашему контракту. Южный обход и другие названия. Второй вопрос. Я, конечно, не специалист в этом деле. А вот ямочный ремонт, когда вы производите, сколько он должен, как бы, сезон отработать тебе два там? Потому что... То, что делали в прошлом году... Сегодня... Не, можно это говорить? То, что сделали в прошлом году, сегодня уже этого нет. Все вылетело. Ну, вот на этот ямочный ремонт здесь год гарантии. Понимаете, чем делаете? Ну, даже года не прошло. Если так говорить про ваш год, делали в прошлом году, в мае, в июне, это вот тоже говорили вообще, обход, то, что касается речная улица. И то, что Пушкина-Бабушкина делали в мае, в июне, года еще не прошло, а там дорога... Ну, там уже новую привезут. Нет, давайте мы не будем новую. Там все старое, там проекты здесь, сегодня комитет охлаждается. Коллеги, еще вопрос? Год не прошел, то, что гарантии выдает. Коллеги, еще вопросы? Спасибо, что приехали. Благодарны тебе весь сейчас. Да, благодарны, слава богу. Благодарны с ним. Ну, вы видите, нас сейчас вогнали в чувство, что мы такие вот, плохо оцениваем вашу работу. Я вас не вогнал, я просто вы задали вопрос, я ответил на ваши вопросы. Спасибо, что приехали сюда. Спасибо, что приехали.